Приветик! У меня сегодня была тренировка. Сразу после мочевой смены я отвела ребенка в садик, забрала бабушку, отвела в садик и пошла в спортзал. Мне изначально, когда я пришла, забыли сообщить, что у меня положена одна тренировка с тренером для ознакомления, вводная, что-то такое. У вас есть возможность заниматься тренером и вы просто задаетесь вопросом с тренером для вес, а у вас значит тренировка. Это просто две разные тренировки. Я полна впечатлений. Это супер тренер. Попалась очень такая девушка. Она идеально выглядит. Она в лучших традициях фитнес-тренера. У нее все накачено, все хорошо, все красиво. Но при этом она такая положительная, милая и отталкивающая. То есть нет такого фитоняшного чувства, если можно так сказать, отталкивающего. Она все рассказывает, все показывает. И с ней так уютно и тепло заниматься. Как-то не чувствуешь себя вообще на фоне. Больше, чем обычно, сейчас врачу называет свое здоровье. Поэтому я думаю, у меня все-таки показано и сегна. Тем более, там есть много групповых тренировок. Можно просто прийти и там так же тебе показывают, как правильно, и ты просто повторяешь. Сейчас я иду домой и буду кушать. Я даже не знаю, сколько у меня времени. У меня уже 15 минут первых. Я только возвращаюсь домой с работы. Я уже прибежала домой. Быстро приготовить ребят нужен. Для меня есть сейчас что покушать. А для сына вечером нужен какой-то мясной продукт. Вот мои котлетки, которые я недавно делала, показывала. Это с сердечками свинина и куриные сердечки. Я часть пожарила сразу, часть отправила в заморозку. Теперь я просто достаю котлетки. Они замороженные, немножко уже. Они твердые. Я добавляю немножко водички в форму, накрываю и ставлю в духовку. Они у меня там готовятся. И все, готов ужин для ребенка и мужа. 12.30. Я сделала себе вот такую сытную тарелку. Будет сегодня один прием пищи. Здесь капуста. Это вторая половина той, которую тушила вчера. Положила ложечку домашнего майонеза попробовать. Здесь два куска копченой рыбки. Точно не знаю название. Угостила свекровь. А здесь мой десерт. Не знаю, съем полностью или половину. Буду ориентироваться по голоду, по сытости точнее. Еще, конечно, выпью свои бады. Всем приятного аппетита, кто тоже кушает. Вот так. Гораздо проще. Когда я поставила далеко во второй раз, было очень сложно. Ну, в целом, не очень сложно в любом случае. Это требует привычки. Я выполнила задание на сегодня. Честно говоря, практически о нем забыла. Сейчас у меня уже почти 5 часов вечера. Я бегу за сыном. Перед этим последнее задание. Ну, я знаю, какое оно. Осталось последним. Завтра последний день недели. После завтра взвешивание. И очень удачно. Это у меня задание. Разгрузочный день. 36 часов. У меня уже 10.30. Я вспомнила, что не купила сегодня продуктов. Пришлось заказывать доставку. Вот курьер принес. Я вообще в последнее время только доставкой и спасаюсь. Здесь молоко для сына. Сыр. Большой кусок сыра. Классический вкус. Классный сыр. Люблю такой. Яйца. Куда же без них. Бекон. Задержит сахар этот бекон. Но у нас в этой сети другого бекона просто нет. Я его чуть-чуть ем. Кофе. Кофе. Завтра разгрузочный день. У меня кончился зерновый кофе. Не знаю. Я не пробовала такой. Средняя обжарка. В принципе, я такое люблю. Ну, посмотрим. Пахнет уже вкусно. Снова яйца. Я, видимо, заказала два десятка. И ничего лишнего не буду. Конечно же, сливочное масло. Куда без него. Сын у меня обожает кукурузу. Также морковку любит очень грызть. Творожок. Я заказывала несколько видов. Без сахара в том числе. Но, видимо, это все, что осталось в магазине. Все. Вот такая закупка. Почти в десять часов вечера мне приехала. Сейчас укладываю сына. Сын опять пошел на больничный. Возможно, я тоже пойду с ним. Посмотрим, как получится. Но стройнить мне это не мешает. Продолжаю. Сегодня уже больше не кушаю. Уже выпила магний на ночь. Еще выпью уж сосан. Доброе утро. У меня сегодня разгрузочный день. Я уже выпила просто черный кофе. Сейчас выпью вот такую минеральную воду. Мне в аптеке дали ее как магниевую. Вот состав. Но я думаю, что магния здесь довольно мало. Она очень горькая и неприятная. Пью вот просто как лекарство. По пол стаканчика. Вот уже половину выпила. И еще хотела показать вам новое приобретение свое. Вот такой гель. Его я не купила. Мне его подарила подруга. Это гель. Ну, видно по перчику. Эффектом жжения. Вот. Повышает эластичность кожи. Уменьшает жировые отложения. Нанести на кожу. Утром и вечером. Дважды в день. Вот я вчера вечером его нанесла на проблемные участки. Можно так сказать. На бедро и ягодицу. Подпекает до сих пор. То есть такое мягкое жжение ощущается до сих пор. Вчера даже на полчаса позже легла спать. Потому что ну просто заснуть с такими ощущениями было невозможно. Поэтому я посидела еще за компьютером. Я раньше использовала подобные средства. Даже, помню, намазывала и оборачивалась пленкой. Это были еще те воспоминания остались. Это были очень неприятные ощущения. Поэтому я с осторожностью наносила вот этот крем. Гель, думала, будет что-то подобное. Нет. Такое мягкое жжение. Но вот наносить сегодня утром уже, я думаю, пока не стоит. Потому что подпекает, говорю, уже до сих пор. Сегодня у меня разгрузочный день. И вот так выглядит моя тарелочка. У меня уже вечер. Разгрузочный день успешно продолжается. Но нужно приготовить обед на завтра. Потому что я ухожу на работу на 12 часов. Поэтому сейчас приготовлю вот такой рулетик. Все буду делать на глаз. Никаких пропорций. Это у меня... Здесь у меня замороженный шпинат. Я как-то купила большой пучок. Просто не использовала. И крупно порезала и бросила в морозилку. На глаз прям много насыпем. Ставлю. Оставила немножко добавить как-нибудь в омлетик. И возьму 3 яйца. На завтрак на яичницу я обычно беру 2 или 3 яйца. В этот раз возьму 3. Разделю белки и желтки. Подобных рецептов очень много. С разной зеленью. С разным наполнением. Этим удобно кето. Что можно из обычных продуктов делать очень разные блюда. Те же яйца мы можем кушать совершенно по-разному. Добавляем соль. Шпинат измельчаем блендером до однородной кашицы. А белки взбиваем до устойчивых пиков. Вот получилась такая зеленая кашица. Белки. Сейчас все соединю. По поводу моего разгрузочного дня. Сначала все начиналось хорошо. Но часов 12. Это примерно сутки с прошлого моего приема пищи прошло. Я захотела кушать. Голод не такой, когда ты просто не можешь ни о чем другом думать, кроме как о еде. Когда ты готов съесть что угодно. А просто ты осознаешь, что сейчас ты бы поел. И когда пересекаешься с едой. Я ведь готовлю сыну, мужу. Я на кухне была сегодня практически полдня. У тебя есть такие импульсы. Рука тянется к еде. Ты бы заточил орешек, кусочек сыра. Что случилось, сынок? Ну, я уже приеду. Ты молодец. Ты хочешь кушать? Нет. Ну, давай, иди играй. В общем, голод контролируемый, но ощутимый. Ты его ощущаешь. Нет такого, что... Я вообще и не думала о еде. Это в моем случае неправда. Смотрите, какая пушистая смесь получилась. Отлично. Берем форму любую. У меня вот такая. Немножко воду уже облила. У меня уже 7 вечера. И я все еще не ем. Не пила я брони кофе. Расскажу почему. По причине аутофагии. Сейчас это очень попсовое слово. Очень его заездили. Все прям в аутофагии. Каждые два часа едят. И прям аутофагию испытывают. Вообще аутофагия начинается после 24 часов голода. То есть, когда мы кушаем интервально. Там 18 часов, 20 часов у нас перерыв аутофагии. Там не начинается. Аутофагия начинается после 24 часов голода. И она там только начинается. То есть, после 24 часов мы еще плюсом голодаем. Столько у нас и всем уже порядком надоевшая аутофагия происходит. Поэтому я решила, что раз я буду не есть более 24 часов. У меня на самом деле получится практически 48. Потому что я обедала около 12 вчера. Точно не помню. И завтра покушаю. Ну, наверное, рано. Потому что проснусь в 5.30. И, наверное, уже в 10 часам я буду хотеть кушать. Аутофагия у нас начинается после 24 часов. И вот все остальное время. В моем случае это будет еще практически 24 часа. Будет процесс обновления, очищения клеток. Но этот процесс прерывается. Когда мы получаем любую пищу. Что-либо попадает в наш желудок. Даже БАДы. Тем более уже масло и жир. Да, это не прерывает период голода. Мы не получаем импульс, скачок инсулина. В плане похудения мы можем пить бронекофе. Это не прервет голод. Но... Отправлю это все в духовку, пока болтаю. Сыр и майонез. Голод мы не прервем, употребляя бронекофе. Но процесс аутофагии мы нарушим. Поэтому, раз уж я не так часто голодаю в такое продолжительное время, я решила сделать чистый голод. Только на воде. И кофе. Кофе я беру. Но кофе, по моим ощущениям, по моим мечтам, так сказать, не прерывает аутофагии. Чистый черный кофе без ничего. Сыр я стараюсь взвешивать, потому что не хочу превышать 30, максимум 40 грамм. Вот здесь 50, это много. Вот, 40 грамм, думаю, достаточно. Поэтому бронекофе я сегодня не пила. Да, желчь может застаиваться, но речь идет о регулярном застой желчи, регулярном длительном промежутке времени без еды и без бронекофе. А один раз, я думаю, большой беды не будет. Поэтому я сегодня беру только черный кофе и много воды. Завтра у нас взвешивание. Конечно, голодный день перед взвешиванием – это небольшое жульничество, мне кажется. Потому что слив воды большой происходит, и результат как бы в долг, я его называю. Потому что все, что сейчас занесется, завтра на весах, потом приплюсуется, когда я уже пообедаю, покушаю. И на следующей неделе уже будет не такой заметный результат. Но я не сама выбрала этот день, а жребий пал именно на этот день. Значит, так было нужно. Поэтому доверимся судьбе. Эта неделя у нас такая судьба решает за нас. Все. Немножко сыра. Вы видели, 40 грамм. И майонез, который я готовила. Я, кстати, его попробовала. Очень даже неплохо. Я единственное, немного его пересолила. Поэтому с солью нужно осторожнее. В остальном все неплохо. Даже вкус рыжикового масла яркий. Так, нивелировался слегка. Ждем, пока испечется наш булет. Около 7 минут меня это провело в духовке. У меня отвратительная бумага для выпечки. Теперь моя задача это отковырять от него. Надо было смазать жиром каким-нибудь. Я привыкла к силиконизированной бумаге, от которой все просто отлетает. Сейчас буду отковыривать как-то. Я немного еще прошлась по периметру ножом. И вот смогла отковырять. Объем, конечно, он потерял. Все, смазываем. У меня майонез уже с чесноком. Помните, я показывала, как делаю большую такую ложку коду. Если чеснока у вас с магазиной майонез, то лучше все-таки добавить туда чесночка какого-нибудь. Зелени я не добавляю, так как здесь уже полно шпината. Довольно зеленое блюдо и так, без зелени. Хорошенько смазываю. И сыр. Можно разнообразить как угодно. Сюда добавить помидорчик, если вы сразу едите. Если не сразу, лучше не добавлять, что потечет. Даже рыбку красную очень вкусно будет. Все, теперь я это скручу. Заверну и возьму с собой на работу. Завтра буду есть это как холодное блюдо. Не разогреваю. Дополню каким-нибудь салатиком. Может быть кусочек сала еще для жирности. Посмотрим. Вот так это у меня пойдет завтра на работу. Дополню. Всем пока. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...